Братья и сестры, первый гимн, который мы исполняли «Молись, мой друг». Молитва – это фундамент благовестия. Мы уже проводили пример. Вот Николай Георгиевич Батурин в Белово сидел, молился. Верующих не было, всего двое, а сейчас церковь. Нам иногда кажется, что вот мы что-то сделали. А это давным-давно положено фундамент молитвы. Вот кто читает наши журналы, то там есть публикация «Бойко. Жемчужина. Евангельская жемчужина». Вы читаете эту статью? Нет? И я хочу вам сказать, сколько он сделал для благовестия. Хотя вроде при его глазах и немного каялось, но я вам скажу один пример. Там он упоминает, что был вместе с тем, который имеет большое влияние. Есть в преступном мире такие высокопоставленные лица, их называют смотрящие. Они смотрят над всем преступным миром, и их слово – это закон. И вот там один был по кличке Джем. И он как-то проник в его сердце и Джем старался защитить, и даже вроде не препятствовал, когда он говорил о Боге. И вот мне пришлось иметь встречу с этим Джемом. Это было на Дальнем Востоке в 1998 году. Там есть город Комсомольск-на-Муре. И хочу сказать, что там тоже было три старушки всего. А вот брат Игорь из Ташкента служил там в армии, ходил к этим старушкам, и так загорелся желанием, чтобы здесь была церковь. После армии остался. И когда мы уже в 1998 году приехали, он уже нес служение, уже церковь была где-то членов 50. Хочу забегая вперед сказать, когда мы были вот последний раз уже церковь 120 членов. Вот так служит Господу. Ну и мы там благовествовали. Потом мы поехали в другой город, и там было интересное покаяние группы каратистов. Но карате – это такая борьба, она связана с оккультизмом. И целая группа каратистов покаялась. Покаялись они, а мы решили, держнули, проповедовать у дикого народа – нанайцы. Они живут далеко в тайге, на озерах рыбные ловли, охота. И мы туда поехали. И вот, ходим уже в лесу, нас обгоняют три мотоцикла, и на каждом по трое, на каждом мотоцикле, в таких шлемах. Мы немножко так смутились, обогнали, встают. Но мы смутились, остановились, снимают шлемы, каратисты обогнали нас. Они узнали, что мы поехали к нанайцам, да как вы могли, это такой дикий народ. Они вас обидят, мы уедем вас защищать. Ну, знаете, хочу прямо сказать, не только навредили нам своей защитой. Когда мы приехали в это селение, стали созвать народ, они туда-сюда, на мотоциклах, на нанайц выходе подозвал меня, скажи, если сейчас мне прекратят, двухстволку выношу, и тогда конец. Ну, вот такое. Хочу сказать, ужасное состояние народа, пьянство беспробудное, икра черная, пожалуйста. Сколько банка икры? Денег нет, бутылка водки. За деньги не продаем. Вот. У вас были верующие? Да. С Франции миссионерская приезжала группа. И что она? Заключили договор на поставку икры. Вот это вся миссионерская делись. Ну, мы стали собирать этот народ так, пьяные, да. Но какая-то якутка, верующая, православная, привела из школы ребят, посадила. Ну, вы знаете, я стал проповедовать. Обычно так не обижаюсь на дар речи. Но я там не знал, как сказать, не знал, какие слова подобрать. Вот смотрю на тебя, ну, непонимающие глаза. Я уже так попросту стал говорить. Скажите, убивать человека хорошо, плохо? Воровать хорошо, плохо? Скажите, водку пить хорошо? Хорошо! Как закричат. Ну, как им сказать? Вот такая трудность. Вот такая трудность. Ну, благовестны ли мы? Да. А потом возвращаемся. И пресс-фитер вот этой церкви, комсомольцы на умыре говорят, вам придется ехать в мафиозную группу и там благовестствовать. А что такое? Приехал джем. Ну, а его там все боятся, все ГАИ по стойке смирно. И вот мы дали согласие, что вы будете в них благовестствовать. Ну, как же без нас дали? А у меня тогда группа, сейчас большинство братьев, тогда большинство сестры были. Три брата всего в группе. И десять сестер. Я представляю, мафиозные группы благовестствовать. Ну, раз да, туда, куда деться. И вот мы говорим, они подкакали. Сирена. Двадцать четыре машины подкатили. Самых современных моделей. И такие хлопчики стриженные выходят. Сейчас вот стрижка такая короткая у всех пошла. А тогда они только так стриглись. И выходит этот джем. Крепкий, седоватый. Кто Пушков? Я Пушков. Бойка, знаешь, знаю. Задает ряд таких наводящих вопросов. Ну, я свободно отвечаю. Действительно знаю. Ну, что, едем? Ну, я делаю вид. Конечно, едем. Куда деваться? А сестры? Сестры, едем? Едем. Ну, вот так. Нас тринадцать человек, а нас посадили на двадцать четыре машины. Что будет с этим сестричем? Господи. Помолился, да и все. Ну, едем. Приезжаем на Амур. Амур очень широкая река там. И где-то километров за пять остров в Амуре. Вот там он содержит преступников, которые освободились и которых надо как-то поддержать, чтобы они могли жизнь начать. Самые преступники-резвисты. Ну, он как смотрящий должен их, значит, обслужить как-то и все. Подъезжаем к Амуру. Завели к тростанцу, мы подключились. Ну, и тут я сразу делал ошибку. У него надо самому начать. Я же знаю немножко эти повадки. Все-таки около девяти лет был с ними, с такими. А я говорю молодому этому брату, Игорю, начнешь, Игорь, молитвой. Он сказал, встанем и будем сейчас молиться. Он, что? Ты кто такой? Ты что, командовать приехать? Я сейчас тебе покажу молиться. Я тоже верующий крест поставил. Мы вот батюшке асфальт проложили к церкви. Он замолит за нас. Он у нас на Кадалаке будет. Ну, он просто на Кандалаке будет ездить. Вот, немножко сказал. Ну, я как-то скрасил, скрасил это все. Стали благовесывать, благовесывать. Все. Уже к концу подходим. И мы запели гимн за железной тюремной решеткою, ослабевшей в тяжелой борьбе, помолившись унар Богу шепотом. Мама, вспомнил я вновь о тебе. Ты прости, что мирскими деяниями. Много горя тебе я принес. На могилке твоей покаяния подарил мне Спаситель Христос. Знаете, ну вот, вот-вот расплачутся слушатели. Но заплакать там нельзя. Там нельзя. Это позор, если преступник, хорицевик заплачет. Ну, плохого слова мы никому не слышали. Один пытался, нецензурный слов, сказал, как глянул на него, так что-то аж вот так съежился. Ну, многие с фонарями под глазами гляжут, там всякие вот такие. Ну, заканчиваю, говорю, ну, что я вам скажу, милые. Мы перед безбожием не склонялись. Перед атеистом мы не склонялись. Но перед Христом я встаю на колени и склоняюсь. Я хочу помолиться за вас. Ваше дело, встанете ли вы или нет, но я помолюсь. Перед Христом надо склониться, милые. Я буду за вас молиться. А он сидит, лавочка, около него две женщины, чай ему все время подают во время этого. Он встает так. Ну, братва, перед Христом придется встать. Они вскочили все. Помолился я. Давайте, оставайтесь, уху будем из киты есть. А там кита красная, рыба идет. И вот эти у него узнички икру красную бочками заготавливают. Ну, мои сестры говорят, нет, не будем, поехали, поехали скорее. Ну, слава Богу, уехали. Одна сестра у нас, Вера Гусакова, была. Даже аж от страха скрипку свою где-то забыла. Ну, приезжаем туда, в дому молитва. А там соседи сбежались, народ. Панику подняли. Германюк приехал, Славик. И говорит, скорее в милицию. Налетела мафия, всех повязали. Всех. Увезли всех. А вот там у нас Роланд был такой, клавишный инструмент в ящике алюминиевом. И Наталья Петровна, ну, пожилая такая, играла на нем. И даже бабушку с аконостасом тоже повязали. Ну, вот такой. Ну, хорошо, что не заявили в милицию. Мы говорим, все нормально. Ну, и вот эти люди слышали. Какой плод, мы не знаем. Но мы им засвидетельствовали. И вот я читаю заметку в газете. В Хабаровской тюрьме умер смотрящий Дальнего Востока по кличке Джем. Слава Богу, мы им могли засвидетельствовать. Он говорит, я не давал в обиду. Вот, Бойко. Я этим преступникам говорю, слушайте. Ну-ка, слушайте. Кто не будет слушать, хребет перебью. И они слушали. Вот даже Бог что может делать. Пусть Он благословит. Сейчас мы вспомним о всех, кто вот своим поведением уже подготовил почву для благовестия. Вспомним, кто жизнь отдал из Иисуса песнопением. По тундре, по железной дороге. Столыпин мчится Барнаула-Кутан. Столыпин – спецвагон для перевозки арестантов. Мы позапрошлые рета доехали до Воркуты. Там многие братья сложили наши головы. Когда мы исполняли этот псалон, то многие плакали.